В год литературы хочется задать вопрос. О том, какой будет литература, на ваш взгляд, 21 века. Это будут всё-таки размышления, как вот ваша книга, или это будут какие-то развлечения. Или, может быть, это будет что-то другое. Как вы считаете, что будет востребовано и что вообще-то должно быть, по большому счёту, но не будет востребовано? Ну, дай-то Бог, чтобы вообще чтение как таковое хотя бы сохранило свой нынешний статус. Сложно, конечно, сказать. Ну, пока вот, если говорить, допустим, о событиях последних десятилетий, то мы все с вами являемся свидетелями такого некоторого угасания психологизма и, безусловно, восхождения разных форм приключений, что ли. То есть, какое-то возникло ощущение, что какое нам дело до мотивации Акакия Акакевича, получившего новую шинель или вынужденного мириться со старой шинелью. Пожалуй, вкус такого рода несколько исчез, но ведь же это ни о чём не говорит. Мы, конечно же, не знаем, чего нам захочется завтра, и не исключено, что такого рода интерес вернётся. Мне кажется, что всё-таки, конечно, цель искусства и древний театр, они ставили своей целью именно, так сказать, очищение души, катарсис, который происходил в процессе и завершении театрализованного действия. А современное телевидение, оно совершенно не ставит перед собой таких целей. Я сотрудничал с телевидением, и могу сказать, что это просто такая фабрика шельмования, какого-то выпускания пара, ну, обмана, если хотите, по большому счёту. Ведь вспомнить даже ваше выступление на популярных ТОК-РОВ вам не давали говорить. Вас захлопывали, по большому счёту. Так что я всё-таки не изучил этот финанс. Цель телевидения, это вообще, по большому счёту, очень далёкая от выяснения истины, справедливости. На мой взгляд, это просто выпускание пара и манипулирование общественным сознанием. Вот так я себе представляю все эти кричалки, которые, конечно, я никогда не смотрю, и вообще большинство мыслящих людей, пытающихся размышлять, они вообще, по-моему, не смотрят телевизор. Я уже давно его не смотрю. И называют его совершенно обоснованно зомбоящик, потому что это средство манипулирования общественным сознанием. И люди, которые хотят сохранить своё индивидуальное сознание в какой-то чистоте, неприкосновенности, они просто чураются, они не включают этот зомбоящик, чтобы сохранить какие-то остатки в себе чего-то человеческого. Может быть, даже слишком человеческого. Ну, мне кажется, что включённый телевизор – это, в общем-то, гораздо более повседневный эффект нашей жизни, чем Луна на небе. Поэтому, наверное, есть какие-то моменты, с которыми мы смиряемся. Будет ли это бегущая строка новостей? Или вот помните, какая чудесная была передача на Новый год? Поезд там шёл по Норвегии, по-моему, с юга на север. Да, на протяжении всей новогодней ночи. Какая была прекрасная передача, я ещё подумал. Вот чем ближе телепередача к этому ведущему поезду, тем она справедливее и лучше. А чем она от него дальше, тем, соответственно, она лучше. То, что Вы сказали об этой фальшивой ноте, о том внутреннем камертоне, который должен сработать, пока эта нота ещё даже не замечается. Это одна из самых, на мой взгляд, важнейших внутренних ощущений современного человечества. Потому что мы этого уже как будто бы и не чувствуем. Более того, мы чувствуем, конечно, мы это всё знаем, мы всё это воспринимаем. Но делаем вид, что этого вроде бы и нет в нашей жизни. Вроде бы это и не существует. И мы действительно подняли такую тему, когда вот это выбрасывается, вот это вот чернило. И в то же время тайное благодеяние. Вот эта грязь психологическая, эта грязь, которая, может быть, живёт насыщенно в нашей психике, она как бы уже устаканилась. Она уже живёт, она уже там. И никого это вроде бы и не волнует. Но она волнует всех. И вот эта фальшивая нота, она вроде бы и нет, вроде бы, но она волнует всех. И вы посмотрите, все более или менее значимые люди, я это назову, гениями, да, которые в искусстве поднимали эту тему, они никогда не оставались незаметными. Потому что это то, о чём говорил действительно Христос. Это то, о чём говорили другие пророки. Это то, что волнует тысячелетия, но никуда не ходит. И вот сейчас, когда мы сталкиваемся вот с этой постоянной лужью, вот этой постоянной фальшивой нотой, когда уже слушать невозможно и жить в этом уже невозможно, с этим нужно что-то делать, ну, а? Да, вы совершенно верно сказали. Но тут ведь в чём ещё сложность, я думаю, в том, что у нас есть круг наших ближних, где мы, ну, как бы, не можем же мы держать себя в узде каждый день и даже каждый час. Как говорит Лао Цзит, человек, стоящий на цыпочках, долго не простоит. И рано или поздно, ну, там, на помощь приходят какие-нибудь домашние тапочки. Поэтому круг наших ближних, он неизбежно расплачивается, ну, по крайней мере, вот этими взаимными терзаниями. Мы обменяемся терзаниями, заменяя этим хождение другой валюты. С дальними, с первыми встречами мы расплачиваемся деньгами, а с ближними терзаниями. Так друг друга немножечко потерзали, маленький шлейф этих самых чернил выплеснули, и вроде и всё хорошо. Я не знаю, как с этим, по-видимому, никак нельзя справиться. Но, по крайней мере, мы могли бы справиться с форматом этого чернильного выброса. То есть, хорошо, пусть это останется действительно в пределах того самого ближнего круга, где как-то это всё можно утрясти, в самом деле понять. Но уж возводить это в публичный формат, мне кажется, действительным прегрешением. Прегрешением именно даже чисто формальным, которое существует ровно только потому, что оно востребовано. Ведь эти передачи действительно являются рейтингами. Тут никто не обманывает. Они и в самом деле таковы. То есть, это значит, что они в некую точку попадают, и стало быть, до тех пор, пока мы их смотрим, к ним прислушаемся, они работают. А значит, и сами реакторы рессентимента продолжают свою работу. Но справиться с ними так трудно, именно потому, что мы находимся в состоянии грехопадения, если угодно. И не только в пути лица должны добывать хлеб свой, но и, если угодно, в гуще чернил должны устанавливать свою повседневную справедливость, что тоже своеобразным элементом грехопадения является. — Разве я продолжить? — Да. — Я немножко вот продолжу. Древние египетские посвященные, они считали, что вот познание добра и зла, оно как бы началось с того, что была создана материя. И что материю создал единый, который как бы из себя выпустил одну, какой-то один фрагмент и разделил его на проявленное и непроявленное. И вот вы сказали, что, может быть, заменить вот это вот благодеянием. То есть, если проявить благодеяние, то, возможно, вот эта фальша, она уйдет в непроявленное состояние. А если проявленное проявить, тогда благодеяние уйдет в это непроявленное состояние. Может быть, действительно есть вот в этом какая-то очень интересная, может быть, гуманитарная идея. Что проявлять, а что оставлять непроявленным. На уровне сознания, на уровне осознанности. Конечно. Даже колобок попался и то, потому что, Лиса сказала, как ты хорошо поешь, этого было достаточно. А если бы еще сказала, кто такой добродетельный, кто это так все прекрасно устроил, колобок бы еще быстрее попался. Очень нелегкое это дело, к сожалению. И потому именно сокрытое благодеяние до сих пор пребывает там, где оно пребывает. Потому что даже борьба за публичную признанность и справедливость очень нелегка. А что уж говорить право истинно божественное? Конечно, это очень трудно. Да, вот Роман. Есть еще одно заставление? Порядочный. Александр Куприянович, очень точно было сказано касательно того, как мы согласны и готовы со стороны наблюдать вот эти, так сказать, пси, там, ухвы, садбросы и так далее. И когда вы вспомнили про Федора Михайловича, чьи перипетии и водовороты мы тоже вот так же со стороны готовы, апеллируя, конечно, к этой телекультуре и тому, что там происходит, а не является ли вообще это такой большой общей тенденцией? Нет энергии, нет пассионарности. И человек все готов вот в таком суррогатном виде со стороны. В футбол никто не играет. Все смотрят его по телевизору. С толстыми животами, большими и так далее. Ну, не все. Ну, давайте так. Значит, и даже политикой уже предпочитают не заниматься, наблюдая ее либо по телевизору, либо в том же Фейсбуке. Ну и так далее, да. Вот суррогатность процесса не смущает. Наблюдение со стороны – это как бы норма. Норма – это в целом ушла энергия из культуры? Или почему так происходит? Ну, нет, но ведь все-таки формат театра. Там вроде бы тоже на сцене иногда это тоже достаточно мучительно. Но этот насчитывающий несколько тысячелетий формат оправдал себя. Так или иначе, театр обещает и иногда дает нам катарсис. А почему такого не случилось на телеподмостках или на всяких, где какой-нибудь базар-вокзал расположен? Именно поэтому это и не было заимствовано ни театром, ни литературой. То есть, тем не менее, какие-то определенные силы и что ли типы психики, они как бы эмпирически к этому причастны. Буквально всюду выискивают и вынюхивают как раз такого рода пси-выбросы. И как бы кормятся ими, да. То есть это целое сословие людей такого рода. И многие из них считаются еще борцами за справедливость. И даже, быть может, если их как следует разжаловать, как если нищий, например, убедительно покажет свои язвы, то ему дадут больше, грубо говоря. А моральная язва может быть примерно такая же ситуация. Мы не совсем понятны, почему это так, но если мы, по крайней мере, обозначим проблему точно, как она стоит, то во всяком случае, возможно, мы подумаем, что можно с этим сделать и как можно вот эти вот реакторы рессентимента заглушить или приглушить. Сгорела машина, в машине заклинена дверь, и она загорелась. И вот в горящей машине металась женщина. И это было выложено шесть разновидностей в интернете. То есть не меньше шести человек находилось непосредственно. И все занимались сниманием, пока не появился пьяный мужик, матеряющийся, разбил стекло и вытащил ее оттуда. И даже в этой ситуации ему никто не помогал. Все продолжали снимать, потому что мат интересный, ситуация интересная. Это уже не равнодушие, это уже не тяга, это вот с точки зрения... И поэтому говорить об этой одновременно о старой литературе, когда писатели были инженеры человеческих душ, и того, что мы имеем... Простите, Александр, вы считаете себя инженером человеческих душ? Насколько вы 15 книг написали, значит, писателем вы себя можете называть. А вы считаете себя инженером человеческих душ? Или считаете, что это неподходящее название для современных писателей? Да, для прежних это не особо подходящее, а для современных тем более... Формула Горького такая, красивая. Сталин же Горького. Не Сталинская формула, так что Горький, инженерский. Как вы считаете, а искусство в принципе, в какой-то своей форме, может с этим что-то сделать или нет? С чем? Вот, со всем этим. Искусство, в том-то дело, что искусство все направлено на правильные резонансы, на прекрасные громотводы внутренней агрессивности, насилия, напряженности, фрустрации. Именно поэтому они, ну как бы сказать, базируются в некоторых уже заявленных форматах, которые практически очень трудно увеличить. Ну, какой-нибудь есть там условный жанр, холст, масло, и мы не знаем, почему именно он. Почему действительно нельзя быть напрямую инженером человеческих душ, почему не завести секту, а непременно нужно предложить миру художественную литературу. Или театр, например, или кино. Но это именно избирательная трансляция канала искусства. В этом смысле Кант был совершенно прав, когда говорил, что искусство устроено сугубо избирательным образом, какие-то вещи оно усиливает, и для тончайших полутонов является великим усилителем. Какой-нибудь действительно там лепесток розы, оказавшийся между страниц книги, и вспоминается все. А при этом какой-нибудь сырой ужас или коммуникация боли должна быть опосредована плетью. Искусство ее не может напрямую передать. А вот как раз этот формат, так сказать, кричалок ток-шоу и шоу чернильных каракатиц, короче говоря, оно в этом смысле совершенно незаконно, поскольку не дает никакого катарсиса, никакого сброса, а только наоборот постоянно подзаряжает действующую интоксикацию души. То есть театр это скорее вещь противоположная, потому что его формат устоялся, и все, что делается на сцене, это в известном смысле как раз-таки вещь едва ли не противоположная, на мой взгляд. Вопрос вот о чем. Как вы считаете, вот ток-шоу, ровно так же до ток-шоу появились еще первые программы, которые сделали рейтинг тому же РЕН-ТВ и так далее, как бы так называемое правовое вещание, которое отвечало там о разных криминальных историях, да, как бы о том, что происходит каждый день в нашей стране, реки крови, убийства, преступления и так далее. Как ни странно, именно это ставили в прайм-тайм, потому что это действительно самая рейтинговая программа. Говорить о том, что, наверное, правомощно говорить о том, что именно ток-шоу или вот такие вот легко зажигательные, как бы сказали, наверное, очень точно, порнографические, пробуждение порнографического вот этого эффекта, да, как бы, они возбуждают в людях там вот под какую-то определенную реакцию, но не было бы спроса, не было бы предложения. Вот вопрос, соответственно, как бы, а что было, что в этой истории первично? Телевидение уже ведет, но ведь изначально телевидение шло за, за теми инстинктов, и не допускаете вы, что вот таким образом, это как гипотеза, таким образом выражение там через массовый просмотр там той же программы Малахова и сопереживание там вот этого вот искусственного какого-то процесса, что когда человек переживает для него, он не искусственный, он для него самый настоящий. Таким образом, не происходит ли эффект того самого клапана, когда человек здесь и сейчас переживает эту историю, выхлёстывает это из себя и потом, может быть, не пойдет и не выхлестит это на своих близких. А если этот клапан закрыть, то, о чем вы говорите, что произойдет тогда? Спасибо. Да. Ну, видите, по-моему, это вполне законная озабоченность, потому что, ну тут опять-таки, нужно строго разделять все эти бандитские разборки, или даже я даже могу понять резню бензопилой по-техасски. Вполне допускаю, что для кого-то это вполне интересно, и это честное зверище по сравнению с, пусть говорят, на мой взгляд. То есть, ей-богу, лучше посмотреть резню бензопилой в Техасе, чем вот эту имитацию реальности, да, которая и в самом деле заставляет каждого, как бы, ну, каждая внутренняя улитка выглядывает из своей этой раковины, а зря выглядывает, потому что тут же полная атмосфера интоксикации меняет все. И здесь как раз эта степень, она является самой печальной, на мой взгляд, то, что что-то подлинное-то все-таки затрагивается, но чудовищно фальшивым образом. И действительно, я о чем и говорю, что да, есть нечто в любом гражданском обществе, может быть, в силу его развития и недоразвития, что, в общем-то, находит спрос на такого рода передачи, и есть люди, которые считают, что вот таким путем, наконец-то, утверждает себя справедливость. Потому что там, допустим, суды куплены, простого человека больше нигде не услышишь, а вот здесь мы сами видим, как он нашел свою бабушку, или, наконец, как бабушка с ним поделилась квартирой, или наоборот. Ну, неважно, да, и обоих своевременно доставили в студию. То есть это ощущение причастности к реальному, к некой реальной справедливости, ну, оно-то, на мой взгляд, наиболее чудовищно. Да пускай лучше шла здесь какой-нибудь тот же фильм ужасов, чем вот это якобы наша реальность и наша справедливость. Ну, я так думаю, по крайней мере, это каждый может... Вы позволите маленькую реплику, я вот хотел... ...вступиться за любимых мною гладиаторов. Значит, маленькая справка. Дело в том, что наше с вами современное представление о гладиаторах, это в огромной степени голливудский штамп. У них существовал профсоюз. Основное, что мы знаем... Я просто этим вопросом как-то специально занялся в связи с одним делом и много чего узнал. Мы очень много узнали про гладиаторов по надгробным эпитафиям. Профсоюз хоронил погибших и обеспечивал семьи. Смерть на арене была скорее исключением, поскольку убийство гладиатора, обученного, тренированного человека, было просто невыгодно. И небезызвестный Спартак, поднявший свое знаменитое восстание, был свободным человеком. Мало того, он был очень популярным человеком, медийным лицом, инструктором Капуанской школы гладиаторов. И там речь шла не о хлебе, а скорее уже о масле на этом хлебе. И мне кажется, что в нынешней ситуации вот эту функцию прекрасно и успешно выполняет, например, профессиональный бокс, коего поклонником я тоже являюсь. То есть это есть некая такая форма сублимации, легальная, которая, так сказать, и с одной стороны мы все прекрасны. Смерть на ринге ведь тоже встречается, да? И нынче. Несчастные случаи, там инфаркты, инсульты. Но все же это скорее исключение. Мы вовсе не заинтересованы, чтобы кого-то убили до смерти. А все-таки мы больше смотрим за игрой, за процессом и так далее. Поэтому, так сказать, мне кажется, что вот то, что вы сказали о порнографии, да, и ее месте в современном мире, да, то такая же ниша существует и относительно каких-то наших агрессивных побуждений и наклонностей. Наверное, это какой-то механизм саморегуляции. Как вам кажется? Думаю, что да, и коррида, да, и бойцовские клубы какие-нибудь, но... Но ведь это больше мужская история, да? А куда мы тени устроены женщины? Да, вот-вот-вот-вот-вот. Куда же здесь к сырую? Еще мы говорим, что ходят в фене, в праздничной одежде. Мы приедем, мы приедем, мы приедем. Мы приедем, мы приедем, мы приедем. Еще буквально проходная реплика просто. Как человек, причастный к этой сфере, вот что меня больше всего оскорбляет в этих телешоу, о которых вы говорили, если все нас приведет, просто я, поверьте мне, в силу своей профессии знаю, что на 90% это все постановочные вещи. Ложь, ложь, да. Нет там ни обиженных сирот, ни там американцы когда-то в 50-е годы вот это все пробовали на своем телевидении, да, они тратили гигантские деньги на поиски этих подлинных сирот, потом этим сиротам еще надо было очень хорошо заплатить, чтобы они в открытом эфире рассказали, как там папа насиловал их там в 4-летнем возрасте, да, и это коммерчески оказалось абсолютно нерентабельно. Американцы от этого отказались, мы за это вцепились. У меня куча, вы еще помните, когда-то была в 90-е там передача «Маска», да, чудовищные вещи говорились под этой маской, куча моих товарищей актеров прошла сквозь эту маску, да, вот, так что, вот это, наверное, самое, что это действительно суррогат, но, в принципе, еще популярность этих программ функция уровня жизни страны, чем беднее страна, тем популярнее смотреть, что кто-то живет еще хуже, чем я. Ну, это приятно. Я хочу только один факт привести, друзья, все эти годы, как человек, находящийся внутри, это страшно, я не знаю, Единственное, что мы обходимся без актеров, но у меня другая специфика, не Малак, вообще-то все-таки, да. Политически. И надо сказать, что мы привносим таки подлинных жертв, каких-то, и в общем... Я сказал 90%. Да, вот, спасибо. И я могу сказать, что недалее, ну, я-то тоже, чтобы спиной не стоять, я могу сказать, что недавно совершенно сознательно, делая программу, значит, там, одну, мы вытащили, поскольку я знал, что там будет губернатор Ленинградской области, мы вытащили туда реальную несчастную маму, которая с пятью детьми живет в развалившемся доме, точнее говоря, она уже там не живет, она снимает себе другую. Вот. И я, в общем, в каком-то смысле, даже подставил этого губернатора, потому что мы ему об этом сказали за два часа до эфира. Он покрякал, покрякал, но не отказался, и в итоге, так сказать, там я, ну, с большой долей вероятности, надеюсь, что эта история будет решена. Поэтому телевидение в этом смысле разное. Есть разные истории, есть и вот такие. И у нас за все время, я работаю на своем проекте, шесть лет, не было ни одного актера. Ни одного. Вот мы этим не пользуемся. Мы вам не даем зарабатывать. Но вопрос в другом. Не про меня, и не про нас. Вот при всем при этом, у меня всегда вопрос, когда мы возмущаемся, я точно так же, например, там многое не могу смотреть и возмущаюсь. Ну, друзья, ответьте, значит, у всех в каждом доме есть канал Культура. Великолепный канал Культура. Там нет рекламы, там нет никаких ток-шоу, кроме умных разговоров Швыдкова. Мне, например, нравится, когда Швыдкова собирается, часто философские какие-то вопросы. Что делать, я архангельского, больше не смотрю. Нет, секунду, так вот дальше. Прекрасные концерты, хорошие документальные фильмы, прекрасное кино. Ну и что? Значит, успех этого канала, он как был вот такой, так он остается. Я его смотрю на протяжении многих лет и слежу коммерчески. У культурных людей был один процент. Вот поэтому, в этом смысле, давайте не питать иллюзии. Значит, выбор есть, и есть он дается всем. Тут даже не надо что-то себе подключать и платить. Но это не надо. Абсолютному большинству это не надо. Поэтому вот процент канала Культура это один процент. Был, есть и остается. Боюсь, что... И будет. Два, три, четыре. Там один за китай два, один за китай три. А вот, там ещё вот что. Нет, там основные каналы монстры, 12-13 процентов. Есть такая засада, которая ссылается к тому, что отсутствует подача разницы представлений и понимания. Есть такое ощущение, что может быть некая единая справедливость, некая единая правда. Ну, чтобы совсем утрировать, быть правильно понят, анонимная добра, желающий сделать человек, долго решать внутри себя, дать человек удочку или любую, дать человеку удочку или любую. И о ком он думает, и потом что-то дает, вообще к тебе подойти, не может, у него аллергия. И вот это никак не учитывается, и мы говорим о том, что некое добро вообще, некое зло вообще. На самом деле разновидностей столько, что невозможно говорить в таком общем посыле. Вот Ромин как раз эту программу смотрел и многодетную мать видела. У меня лично такие люди вызывают вопрос, работать не пробовал. Когда она показывает, что по колено проваливается, она там пять лет живет, хрустальным дворцом там не будет, но золотой пол, ты тоже мог, если ты пять детей успел делать за это время. И говорят, что все художественные, так сказать, произведения, кино, литература и так далее, три категории. Автор что-то сказал, его поняли. Это передатчик и приемник настроены одинаково, да? Автор что-то сказал, его поняли не так, то есть ему казалось, что он с вами что-то высказывает. Ну, достаточно, да, приемник настроен по-другому, поняли иначе, вот про женщину. Работать тетенька-то не пробовала. И третий вариант, это, наверное, самые талантливые люди, когда им автор говорит то, что он не хотел сказать, что-то в нем говорит, помимо него, это самый интересный вариант. А вот этих первых два, они часто смешиваются, плохо разделяются. Хотел сказать, поняли и не поняли, и не договорили. И вот про это. И вот все эти передачи как раз Малаховского толка, они вот универсальная справедливость. Там внука отдать бабке, там прабабушке, прадеду отдать квартиру, и все разошлись и считали, что справедливо. А там столько нюансов, что мы вообще не можем в таких категориях конкретных, это никакого вопроса. Или вот там перед 9 мая каждый раз всплывает модная тема. Там семья ветеранов, нас тут пять поколений в одной квартире, показывают хрущевку двухкомнатную, да, и дедушку, которому почему-то не дают квартиру. Я не знаю, почему так. А если бы мы с моим мужем, мои дети не покупали квартиру, мы бы тоже так же могли показать по телевизору, нас тут пять поколений, вроде у нас там. Мне вот это вообще непонятно в принципе. А вот про Малаховские передачи, это единственная справедливость на всех. Почему там люди не хотели работать, я не знаю, не хотели, или не могли, если я что-то сделаю, рыбку поймать, я не знаю. Но у меня это не вызывает сожаление, если что могу сказать. Я абсолютно точно знаю, ну в силу своей профессии в то время, я знаю, что это абсолютно постановочное шоу было. И главным противником этого шоу, как ни странно, выступил Минюст и выступил суд. Потому что там рассматривались дела, и потом люди, по аналогии у которых, а там типа выночные ситуации, требовали подобного решения. Они там выходили за все рамки, мысленные и немыслимые. Но это часть, да, как бы. Вторая часть, все-таки хочу за Малахова заступиться. Потому что вот все сейчас говорят, но говорят о том, что, как утвердительно, что там все истории придуманы. Могу сказать, как свидетель, потому что дружу и знаю одного из директоров, выпускающих в программе как раз Малахова. Я был как-то в гостях и видел, как они действительно вынимали этих людей там из Сочи или откуда-то, и родственников и так далее, как бы договаривались с билетами, чтобы привезти на эту программу. Но смысл не в этом. Вот о чем я хочу сказать самое главное, что по большому счету фактура, как таковая, таяльная история, несут. Важно, как ее подавать. И что там вынимается дальше. Потому что можно взять любой пример и показать его как с одной стороны, так и с другой стороны. И когда действительно вскрываются вот таким образом надрывы, как часто это делается, да, как бы провокционно очень, и очень неподобрано, и очень жестко калеча других людей, вот это, на мой взгляд, кажется, ну, мне кажется, это самое, наверное, страшное вообще, вот это передергивание. Потому что ведь часто так бывает, что история, она сама по себе может быть и не такая действительно значимая, но и все же зависит от точки зрения, от красок, которых туда можно вмешать. И сколько вот этих каракатиц туда замешать для того, чтобы получить вот тот большой взрывной эффект. Вот как-то так. Мы как раз об этом и говорили, что сама чистая форма, да, уже безотносительно того, что локальная справедливость восторжествует, но, ну, как бы, грубо говоря, существует язык настолько изолгавшийся, что на нем, кроме лжи, ничего нельзя сказать. И его нужно только бросить и заговорить другим языком. В данном случае это, скажем так, телеформат настолько изолгавшийся, что, опять-таки, при всех твоих личных добродетелях, ну, ничего из него не выжмешь, потому что элемент порнографии неизбежен. И, ну, понятно, что это слишком человеческое, да, тут мы можем с ней еще согласиться. Понятно, что мы должны тут какую-то трансцендентальную снисходительность проявлять. Но, тем более грустно, что дело обстоит именно так. Ну, это же такое проявление садомаза, на самом деле. Да, да, да. А у них в семье, значит, он женился и есть ребенок, у них вообще нет телевизора. То есть нарождается какое-то поколение, и, на самом деле, друзей-то у него нет таких. Если бы сказать, что он только подтверждает, как исключение, подтверждает правила. Нарождается какое-то поколение. Может быть, планета сама каким-то образом что-то там генетически, я не знаю, таким образом информационным регулирует. Они вообще, то есть в доме был телевизор, они его куда-то дели, они вообще не смотрят телевизор. Вообще. Они смотрят там передачи по выбору, они смотрят кино, скачанное из интернета, которое они считают. Я не говорю, что это лучший выбор, но телевизора нет вообще в их семье. Я сама до сих пор удивляюсь, но что-то такое есть, и, может быть, это каким-то образом нам поможет, только это так быстро. Ну, просто есть какие-то правильные формы циркуляции, не знаю, грубо говоря, даже обменов словами. Вот в том же Риме было разделение на публикум и атриум. Атриум — это домашний круг, это там все, что говоришь со своими домашними, не имеет никакого отношения к публикуму. То есть к тому, где ты перед трибунами, перед сенатом, перед городом, урби от орби. И это настолько важное внутреннее развлечение, которое точно так же характеризует, ну, не знаю, на уровне дистрибуции сексуальности, там, степень личной адресованности, степень фонового соблазна и так далее. То есть это какие-то внутренние элементы, они либо установлены, либо они избиты как настройка. И тогда ничего не поделаешь. После того, как наш мир свалился в приватность, и непонятно, что при этом должно быть публичным, какие-нибудь... Но опять-таки, смотря что, когда какие-нибудь очередные увлечения или флирты звезд шоу-бизнеса, это на самом деле еще терпимо. Мне кажется, что именно как раз токсичнее всего, это вот именно вот это вот так называемое якобы реалити-шоу. По степени вредоносности я не знаю, что с ним можно сопоставить. То есть любая прямая порнография, она, мне кажется, более честная. Это одна из главных идей Ницше, наряду с вечным возвращением, идея так называемого рассентимента, или рассентимент, в принципе он использует французский термин, которая состоит в том, что важнейшим историческим событием в истории человечества вообще была утрата прямой чувственности господина или воина, и появление смещенной чувственности, когда вместо того, например, чтобы направить гнев по адресу, допустим, врагу, который тебя бросил в вызове, ты этого не делаешь, а переворачиваешь гнев таким образом, что он превращается в раздражительность по отношению к своим близким. И так же происходит со всеми другими чувствами. Это и есть рассентимент. То есть это такое, как бы все чувства перепутали адреса, все аффекты, и в результате действительно возникает такое удивительное поле смещенных, разадресованных аффектов, которые Ницше не знают, что с ним делать. Потому что, с одной стороны, это величайший упадок, это, что называется, уход с исторической арены господина, и приход, собственно, вот этих идеалов рассентимента. Но, с другой стороны, это действительно то, что нам интересно. И мы готовы разгадывать бесконечно все эти психологические загадки, почему человек казался таким хорошим, а на самом деле оказался негодяем, или наоборот. Если нам скажут, ну-ка, дайте нам конспект в одном предложении всей психологической прозы. Ну, скажем, запросто госпожа Н казалась такой, а оказалась другой. Вот и весь конспект. Но это и есть сама суть рассентимента. И просто проблема в том, что с этим рассентиментом литература справляется, и психология справляется. Потому что, ну, раз он есть, мы так иначе его как-то фиксируем, описываем. То, о чем мы сейчас говорили, вот, на мой взгляд, это просто действующий реактор рассентимента, который его приумножает, который дает ему прямую оценку под видом справедливости, под видом того, что вот так нужно публично обсуждать, стряхивать с себя все покровы, одеяния благопристойности. Вот так нужно культивировать психологическую распущенность. То есть это вот просто действующий реактор. И в силу этого они отличаются от того рассентимента, которого нам и так вполне достаточно, потому что мы все в этом смысле люди рассентимента. Ну, я все со своей, да, колокольное искусство. Там телевидение искусство и очень молодое. Правильно? Значит, мне кажется, очень многие беды, связанные с телевидением, сейчас проистекают от того, что, ну, как сказать, там вот не устаканилось еще все в жанровом смысле. Там, крохотный пример, там, я несколько лет назад там работал в сценарной группе, писали мы там проект «Детективные истории». Значит, очень много было бывших сотрудников МВД, да, вот, и во главе всего этого стоял полковник МВД в отставке. Я написал там какой-то сценарий, я его принес, он всем безумно понравился. Там женщина-следователь как-то очень хитроумно разоблачила. Все пожали мне руку, а потом этот полковник так положил мне руку на ключо и сказал, «Старик, ну, ты же понимаешь, что случись описанное тобой в реальности, на следующий день там вся следственная группа сидела бы уже в приемной прокуратуре, да, и писала бы объяснение». Я говорю, «Так что, не пойдет?» Говорит, «Нет, ну почему? Мы же пишем не инструкцию по правовому поведению, мы же пишем, так сказать, историю». Я говорю, «А телезритель-то поймет это?» Ну, товарищ полковник несколько уклонился от ответа. Мне кажется ли вам, что может быть просто имеет смысл, ну, я не знаю, маркеры какие-то вешать? Вот это правда, да, вот это инсценировка. Я помню, мы как раз с Кордоном на эту тему говорили, и он уже давно высказывал эту мысль, что пик всемогущества телевидения позади, он благополучно пройден, и, собственно, постихонечку телеканалы, они как бы расходятся по частным отсекам. Есть там MTV для молодежи, и там остаются две вещи. Это, собственно, бегущая строка новостей, которая все удерживает и сшивает, и, как ни странно, вот эти вот ток-шоу, которые остаются последним представительством публичного телевидения. Да, последним гастионам, которые смотрят... А все-таки их смотрят больше женщины? Ну, это... Мужчины, я бы сказала... Нет, конечно, наверное, женщины, но я действительно узнавал. Это рейтинговые передачи. Они, кстати, есть на всех телевидениях. В Италии это тоже самое рейтинг. Это же вопрос женской части, по большей части. То есть Россия здесь не исключение. То есть, если, например, мы говорим о алгебрах, даже во множественном числе экономикс, то этика, она предполагает альс-об, как если бы, как если бы максима твоей воли была законом всей Вселенной. И тут очень трудно уклониться от авторизации. Это вот как раз, когда речь идет о пороганной справедливости, свидетелем которой ты стал. Здесь есть антологическая принудительность, и почти нет нашего выбора. Почему я специально выбрал примеры «Жил-был художник один»? То есть, примеры, которые не являются прямыми этическими позывами, а просто вот какая-то соседняя жизнь, и почему-то вам захотелось бы сработать в сторону линии добра. Опять-таки, по необъяснимым причинам. Просто чистая дистрибуция благодеяний, безотносительно каким-то даже этическим добродетелям. Это именно то, что Иисус и говорил. То есть, так просто про себя, ну скажем, дать режим полного благоприятствования. Мы все время говорим, чтобы кому-то там жизнь медом не казалась, или малины не казалась. А наоборот, пусть вот им покажется жизнь медом. А я что могу, то и сделаю. А они знать не будут, иначе она им не совсем медом покажется. А так точно, глядишь, и что-то такое произойдет. И вот сама мотивация, возможная, но достаточно сложно детектируемая мотивация такого рода, она у меня всегда вызывает какие-то, ну, такое изумление. Вот гораздо больше, чем «Звездное небо над нами» и «Моральный закон во мне», это как раз возможное скрытое благодеяние и дистрибуция беспричинного добра. Причем, опять-таки, не этически нормированного, а просто такого, если угодно, даже фонового. Ну что? Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...